Петербург, столица, да, я же с деревни еду, и вот наши там топовые лидеры говорят, ой, мы там все уже зубья сломали, куда ты едешь? И эти зубья засели, засели в голову эти зубья. И вы знаете, и психологически, и у нас ничего не получается, в месяц работаем, и ноль результат. Вы понимаете, вот не на успех, а нас зародили как бы, да? И я это приняла как к действию, да? Вот и все, призыв к действию. И вы знаете, мы от позура, от стыда уехали из Петербурга, приехали в Москву, я пошла за билетами домой, мне стыдно даже в офис, а ехали по просьбе президента. Они говорят, что-то никак у нас в Петербурге не раскручатся, может, вы попробуете. Вот, и вы знаете, что удивительно? Стою на вокзале, и как раз ливень, такой лил, я у первой женщины, там, кто стоял с теми зонтик, купила зонтик, чтобы не промокнуть. И забегает женщина, и к нам в очереди подбегает, и кто последний, и вот она в моем возрасте, и на одной ножке мы так прыгаемся. Ой, женщина, какие у вас реснички, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ой, тра-та-та-та-та. И такая счастливая, и вся светится. А я от удивления роняю зонт, он мне разбивается в клочья, вот эта вот, вот эта штука пластмассовая. Она говорит, господи, к какому же это счастью, женщина? Вы, наверное, что-то не доделали. Вам надо вернуться, у вас вот такой успех. Я обалдела, я вот так этот зонт прижала к сердцу. Боже мой, вот он, дай с маму дачу, да? И вдруг проходит одна минута, заходит вторая молодая женщина, и рыдает, и плачет, пропустите меня, пожалуйста. Она говорит, что происходит? Мы же с вами вместе бежали, успокойтесь. Вы знаете, у нас просто поезд уехал, в Киев, она говорит. А мы бежали, не догнали с ней. Так это ж не наш, он был поезд, что ж вы плачете? Это же не наш, слава богу, что мы не уехали. Меня отмал того сын встречает, дай телефон, мобильный забыл, он свою маму знает, следующий, если он точно приедет. И вы знаете, я уступаю место этой плачущей женщине, впереди этой женщины, да? И побежала домой, и кричу, а мы же снимали квартиру тогда в Москве, и кричу, Саша, мы едем в Петербург назад, у нас будет два директора за один месяц. У нас будет каждый день три встречи. Я это так сказала эмоционально. Я так в это поверила. У нас каждый божий день было три встречи. И однажды я заболела, 39 температура, и не назначила третью встречу. Две прошло, Саша пошел на две встречи, а третью я не назначила. И думаю, быть такого не может, она должна быть, третья встреча. Звонок в квартиру, чужую квартиру, съемную звонок. А на Васильевском острове снимали, и звонит женщина из Мурманска, здравствуйте, я вот директор даже какой-то компании, я очень заинтересовалась вашей компанией. Вы могли бы мне рассказать, сказали, только вы можете объяснить. И маркетинг, и толковый, и все. Я и с тупоением рассказываю, у меня температура сразу падает, потому что я вообще перестаю болеть, когда я вообще вся в тонусе и в бизнесе. Вот перед вами стою, вот все, я в тонусе, да, и вот так я работаю. И вот вы знаете, и что удивительно, и это как раз наш второй директор потом получился. У нас действительно за месяц вышло два директора. А как же вы позвали первого? Вот у вас вот что я и говорила. Я и просил. Да. Значит, я работала, вот помните, я сказала, газеты все купила, да, у бабушек? Вот я точно так в Петербурге купила газеты, объявления, ищу работу. И звоню, значит, там очень такое заковыристое объявление сетевик какой-то дает. Удивительно. Я позвонила, говорю, здравствуйте. Она, здравствуйте. Меня зовут Людмила. Вы знаете, я, меня заинтересовало очень ваше объявление. А что, я же комплимент ей делаю. Видите, а что же это такое? А как же? А, и потом ей говорит, да, собственно, знаете, я готова встретиться, выслушать все это. А она, правда? Я говорю, конечно. И мы с ней встречаемся, и она мне спрашивает, давай откуда? Я из Таницы Лешинской, потому что уже я узнала, что она учитель литературы русского языка. Думаю, ей наверняка интересно будет про Шолохова все узнать. Думаю, вот у нас разговоры завяжутся. И вот тут у нас такие, вот такие с ней стали теплые отношения. Она, оказывается, рядом с моим домом работала в другой компании. Вот, и я приходила к ней в гости. И ей там что-то по маркетингу там, ну, свое видение показывала. Она видит, что я все соображаю, все знаю, и может... А я молчу. Я же как рыба молчу. Где я, что я, как я. Она от леда, я чувствую весь сетевик. Я говорю, да ладно обо мне. Ты давай рассказывай, что там у тебя, как у тебя дела. И тут она мне говорит, вот смотрите, еще момент, который мы все с вами иногда делаем. Она мне говорит, Люда, вы пользовались когда-то нашей продукцией? Я говорю, ты знаешь, к моему стыду никогда. А есть же проблемы со... Я вот это не могу вообще переносить. А у вас есть проблемы со здоровьем вообще, да? Вот давайте я вас вылечу. Я говорю, нет, а вы доктор? Она говорит, нет, я учитель. Я говорю, а как вы можете учить и вылечить меня? Она, ну потом я уже поняла, что ей нужна единовременная сделка. Ей надо продать. Думаю, доставлю ей удовольствие. Я это могу позволить себе. Она говорит, вы может подпишитесь, чтобы скидка у вас была? Я говорю, да ни в коем случае. Я могу себе позволить по полной программе купить. Зачем? Она так на меня смотрит. Как это вообще удивительно? И она мне, значит, на 3000 рублей набирает товар, я деньги сразу оплачиваю. И я видела блеск от единовременной сделки в ее глазах. Но она единовременная думает, слава тебе Богу, что мне вот это не надо делать. И я не испытываю вот этого блеска. У меня нет его от единовременной сделки. Потому что мой бизнес на перспективу. Понимаете? И вот это наш первый директор, который впоследствии, знаете, как получилось. Она мне в итоге, значит, говорит, так, все. А сейчас я захожу к ней, наверное, раз в седьмой уже. Мы с ней дружим так хорошо все. Она так, пока не скажешь, где ты работаешь, я с тобой даже буду, правда. Я говорю, ну ты знаешь, здесь за углом, в принципе, моя компания. Отпошли. Отпошли. Мы с ней идем. А там такой, знаете, был узкий поток около гостиницы. И с Октябрьской узкий такой надо было пройти по одному человеку. И она говорит, Люда, вот ты пошла, а я бы так бы за тобой и шла. Вот так бы за тобой и шла. Вот куда ты туда и я, как тот мотылек на свет. Она такая еще так вот красиво может что-то сказать, Ленка, она же это в институте преподавала. Учитель года номер один она в Петербурге. И вы знаете, и она пришла. Что? Я хочу. Вот так берет за руку. Но все равно. Она не дошла даже до офиса. Берет за руку и говорит, я хочу, чтобы ты была моим спонсором. А я говорю, Лен, ты меня сейчас подпишешь? Я говорю, нет. Она говорит, как? И Лен, я просто завтра уже уезжаю. Так вот я. И уезжаю я на форум, в компанию. Мне честно. А потом я должна была вернуться. Если дождешься, вот тогда давай прям переспи с этой мыслью. Она кричит, я буду ждать. И, ребята, она ждала. И я приехала. Она тут же пришла в этот же день. И в этот же день мы начали работать. Это директор за месяц. И тут же вот это позвонила из Мурманска по телефону. Директор за месяц. Понимаете, просто тут вот свои... У нас есть система еще работы. Мы об этом еще расскажем. Почему получается так? Директор за месяц. А они все ровно через полгода остановились. Теперь следующий момент, слушайте. Следующий момент. Второй случай. Серпухов, сестра двоюродная. Моего брата, родного жена. Говорит, Люда. Но она увидела, что я там уже успешная. А у нее был линейный бизнес. Который разорился. И она говорит, я хочу попробовать вашу бизнес. Ты мне поможешь. Конечно. И я ее нацелила на пояс зеленых. Только зеленых. И вот она значит говорит, завтра у нас такая важная встреча с ТВ-ком. Смотри, не опоздай. Смотри, даже ты приди. И все остальное. И вот, значит, знаете что, ребят? Прихожу навстречу в кафе. Заходит девочка. Молодая девочка. С тремя сумками. Переполненные сумки. Она вот так идет, бедная. Поставила. Хух. Говорит. Ну чем вы меня теперь грузить еще будете? А я говорю, вас грузить? Куда ж вас грузить, милая? У вас три сумки. Четвертую, что ли, вам надо? Куда вас грузить? Она говорит, а что, не будете вернуть? Мы будем кофе пить, чай пить, мороженое есть, пирожные. Официант, придите к нам, пожалуйста. Она ничего не может понять, что происходит вообще. Она сидит вот так, знаете, смотрит. А я говорю, деточка, а теперь ты мне моя хорошая скажи, что ж за нужда-то тебя заставляет из 33 компаний таскать продукцию вот так и обрываться вообще. Она говорит, да, это сложная тема. Я говорю, ну скажи, у тебя мечта-то хотеть жизни. Она говорит, то это и дело неизбыточное. Я говорю, да не бывает неизбыточных мечт. Нет, вот неизбыточные. И тут она рассказывает, что каждое утро свекровь встает и выгоняет ее из дома. И ей очень нужна квартира, ей очень нужна крыша над головой. И от нужды великой она в 6 утра уходит с этими сумками. И ночью приходит, чтобы та уже спала. И я, знаете, у нас был такой буклет замечательный. Я вот так открываю, а там написано, как у нас с вами сейчас в Соберли. Новая квартира каждому консультанту. Потека. Она, это у вас есть, я уже ваша. Паспорт достает, подписываете. Я говорю, нет, деточка, что ты, что ты. Что ты, родная, я не допущу четвертой сумки. Нет, 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 нет. Ты знаешь, мы людей отбираем вообще, я говорю. Вот, мы людей на бизнес только отбираем. Ой, официант, принеси, отвлекаю ее от этого всего. Принесите еще кофе, да? Как Шрайтер-то делает. И вот вы знаете, что удивительно? Она мне уже смотрит, как на фею и говорит. А можно я еще одну мечту вам ослучу? Ну, конечно. Она говорит. Я никогда не увидела море. И я так открываю еще одну страничку. А сама на Мальдивских островах валяюсь там. В песочке, в шляпке. Она говорит, а это умер я. А это же где это? В Мальдивах. И я это смогу. Вы знаете, и тут, когда она уже совсем все принимает решение, она уже просто с ненавистью смотрит на эти сумки. Я в этот момент говорю, Таню мы опоздали на встречу, побежали. Она говорит, как же? А я? А мой паспорт? А подписать? Я говорю, деточка, деточка, потом, потом, потом у тебя телефон есть. Переспи с этой мыслью. Еще хорошо созреть. Выходим, невестка говорит, все, никогда не думаешь. Ты такая, такая завистливая. Вот раз я нашла человека, себе бы ты точно. Человек говорит, подпиши, а она не подписывает. Ты что, сумасшедшая? Я им, Таня, да она встает в 6 утра. Она уже из дома выходит. Она в 7 тебя завтра разбудит. Что ты переживаешь? И точно в 7 часов звонок. Звонит это я. Помните, мне квартира нужна. Помните, мне вот это надо. Я никогда моря не видела. Сегодня это очень успешный лидер, у которого роскошная квартира, автомобиль. Она нарожала деток. У нее муж присутствует. Все, вот понимаете, состоявшаяся личность. Дальше уже технология. Но на первом месте что у нас, ребята? Психология. Конечно. Приходим к технологии. Саша серьезно взялся за этот вопрос. Вот Людмила сказала, самое главное это психология. И это так. Вот сила желания, сила цели. Вот мечта. Говорят, вот все начинается с мечты. Вот у нас масса историй, как мы чего-то добивались, как это была мечта, как она превращалась в цель. Если есть цель, действительно, которая нужна тебе, необходима, обязательно появится план. Он сам появится. Хотим мы это или нет. Будет план, начинаем действовать. Не было случая, чтобы мы эту цель не достигали. Ну не будет, не может быть. Потому что есть еще другая сторона. Это технология. Вот. Очень хорошие, значит, слова я вот о командир. Может кто читал его, величайший продавец. Видите, да? Вот у него там есть такие слова. Самый большой секрет успеха заключается в том, что нет никакого секрета. А есть универсальные идеи и принципы, ну законные, да? Которые каждый раз люди открывают самым. Вот это и есть то, что должно лежать в основе технологии. Вот в основе нашей технологии лежат, лежат, лежат правила четырех У. Вот. Оно трансформирует тоже. Я такая же элитбрийская к этому есть в правильной профессии. Но она по-другому там. Она называется правило абсолютного успеха. Вот. Мы его правила построения структуры. Потому что мы его конкретно применяем в своей практике. Итак, первое. У – это упрощение. Вот. Мы сейчас будем давать эту технологию упрощения. Что это такое? Это значит на раз в три. То есть директорское делается за три шага. Если правильно сделать, ты директор. Неважно, за неделю, за три недели или в месяц. Это не имеет значения. То есть у нас была практика и за неделю, и за месяц. Может человек и три месяца делать. Это не имеет значения. Главное, вот, в основе должно быть лежать этих три шага. Все. Значит, следующее. Усиление. Вторая часть формулы. То есть, что мы под этим подразумеваем? Мы вчера уже, я об этом говорил. Это значит начинать не с подписания консультантов. Не подписания продавцов. А с поиска партнеров для бизнеса. То есть зеленых. Их много не надо. Вот сейчас мы остановились на шести. Потому что шесть, это, если шесть партнеров, это плянтную директор. Плянтную директор начинаете получать от 30% от всех премий и так далее. То есть мы, человека, с первого дня, ты пришел на бизнес, да? Тебе нужно шесть партнеров. Это вот у нас родилось здесь, в Урале, в Екатеринбурге. Когда мы говорили, когда пять, у нас был жемчужный тогда. И с жемчуга начинался там серьезный выпад. Поэтому, если человек настроен на бизнес, то надо ему показывать. Вот, я не знаю, я бы выведен, но что-то, да. Просто у нас есть такой образ, на котором мы просматриваем все вот эти уровни этого бизнеса. Вот, ну, такой и сзади. Значит, переходим, что усиление. Вот один человек, но на бизнес, это уже усиление. Лучше один, чем 100 консультантов, потребителей. Вот это наша задача. То есть, если правильно строить бизнес и начинать правильно, то первое, это три шага, которые Людмила сейчас расскажет, или я могу рассказать. Второе, эти три шага, то должен человек прийти, который будет их делать, которому нужен бизнес. Вот. Третий ум. Третий ум, это у нас ускорение. С помощью чего мы делаем ускорение? С помощью того, что мы работаем внулину. То есть, 6, 36, там 200, там уже тысячи идут. Вот, если это запускается в формуле, без всяких рассуждений, то есть, это чистая математика, когда мы работаем, Мануэль, откуда у нас взялся, пришли люди, да, с дипломами, которые закончили МГИМО, которые закончили МГУ, которые ездят читать лекции в России, но у себя копейки получают, 200-300 долларов, доктор, но они пришли, потому что им это надо. И для них вот эта вот простота, она их смущала. То есть, неужели это всего три шага? Да. Они говорят, ну, давайте же как-то надо что-то. Они говорят, вот если вы хотите получить деньги, то больше ничего не надо. Три шага. Первый шаг сделать, значит, первый шаг – пригласить пять человек. Второй шаг, значит, помочь им найти пять человек. И так до четвертого уровня. Даже по 20 баллов, там получается пять директорских объемов за месяц или за неделю. Как вы хотите. Вот. Откуда взять, у нас там первый месяц 15 директоров вышли. Мы уехали, их не было. У нас это не директор. Мы уехали, визы закончились. То есть, мы потратили, вот на вот это объяснение, эту формулу, и на то, чтобы ее внедрить им в формулу, потратили буквально месяц. А результат уже потом пришел. То есть, мы уехали, один директор, до конца месяца 15 вышел. То есть, 15 дней. Из 15 дней. Две директора выходили в улицу. И на металл. Вот. И на следующем месяце еще 30. 15 сетей, и плюс 30, 45 миллиметров с нуля. Ни одного балла, ни один человек не имел отношения к сетевому маркетингу. Почему? Потому что просто свернули. Мы им объяснили, что если каждый сделает вот этот шаг правильно, первый вот этот. То есть, абсолютно простое действие. Пригласить 6 человек. Ну, там 5 было. Вот. Но на бизнес, который пригласят своих 5, будет активно. Все. Если процесс будет идти в глубину, там идет ускорение. Мощнейшее ускорение. То есть, у них получилось полторы тысячи человек за рейс. Я просто прошу. Из них 455 человек вошли. У нас был большой стартовый комплект. Кто бы это работал. То есть, для того, чтобы какие-то скидки иметь и так далее. Но это и было их добровольное желание. И вот последнее умножение. Это когда каждый выполняет только свою задачу. Последний момент покупки продукции. Это самый последний момент. То есть, стратегия. Наша стратегия, которую мы называем стратегией лидерской рубежи, она в чем заключается? Ведь первое, на что сетевой маркетинг, он вырос из прямых продаж. Ну, все это знают. Это история его, да? Где каждый человек продает, это прямые продажи. Другому человеку имеет там за это, за это. И таки можно там выстраивать эту структуру. Но в сетевой маркетинг, вот тут надо привести виду. Чем он отличается от прямых продаж? Прямых продаж на первом плане продажа. Лично прямая продажа продукции. В сетевой маркетинг. И это в 10 уроках на салфетке. Ведь многие его читали. Многие говорят, я слышал, я знаю. Но не все это до конца. Не то, что понимали. Понять можно только когда сделать. Вот когда мы это сделали в Екатеринбурге, мы сами поняли только тогда, что это не просто там, где слова говорят, что организация, вернее, значит, успех в сетевом маркетинге зависит от организации, а не от объема продаж. Когда люди вот с мышлением из прямых продаж приходят, они говорят, это невозможно. Они даже говорят, мы ерунду не говорите. А мы говорим, мы ерунду говорим, а мы это делаем. То есть нам вообще не важно, купит он или нет. Главное, чтобы он пригласил в Екатеринбурге. Мы на это нацениваем. А уже объем, он придет. Он придет как, ну, естественное дополнение к этому процессу. Вот откуда, когда мы собрали, вот приехали, не было продукции. Вот мы часто с этим сталкиваемся. Нет продукции или нет той, которая нужна, которой они привыкли. Вот мы говорим, мы приехали, визу обновили, приезжаем, уже 45 директоров и 20 с лишним этих вице-директоров, да, которые уже. И никто не работает, продукции нет. Вот той, которую они там уже купили, нет. Она где-то в пути. И задержалась машина, сломалась фула из Европы, ламбана придет. И вот у них замечательства, вам много. Как это, как, как можно без продукции? Я говорю, собирайте, собрали, 61 человек сидит, да. Только директора сказали, только вице-директора. Все, больше никого нет. И вот я к ним возвращаюсь. Вы пришли на бизнес, вы теперь бизнесмен. Давайте посмотрим на этот бизнес, как бизнесмен. Вот у кого, кто из вас занимается бизнесом? Ну там, не на выгоде. Ну там, половина пошла. Из них имели бизнес, но это был 2008 год. Это был год кризиса, где вообще традиционный бизнес просто обманули вообще, лишились всего. И вот в этот момент мы попали на него.